МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире новости в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте и смотрите в выпуске. С новым личным и мировым рекордом. Белорус Игорь Бокий завоевал первое золото на паре Олимпиаде в Рио. Крутое пике на земле над Рассеем-8. Самолет съехал в Кювет при перевозке. И мелким почерком более 9 тысяч писем написали поклонники призерам Олимпийских игр Ивану Тихону и Ибрагиму Саидову. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следователям Беларуси и России есть чему поучиться друг у друга. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Основным направлением сотрудничества ведомств является оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам. В рамках двустороннего взаимодействия сотрудники Криминалистического отдела Следственного комитета Беларуси неоднократно посещали Главное управление криминалистики российских коллег для изучения опыта. Я очень надеюсь, что такое взаимодействие будет, потому что в последнее время, ну, не будем говорить о терроризме и прочее, хотя и это очень важно, и большой пласт работы не только для Следственного комитета у вас, у нас, но и других органов. У нас хватает своего жулья, что в России, что в Беларуси, и это, к сожалению, тяжелый крест, который вам придется нести, и хотелось бы, чтобы мы вместе работали в этом направлении. Я еще раз подчеркну, я убежден, что у нас, тем более, у вас это получится, вы, как никто из других коллег, например, прокуратуры и так далее, и так далее, ну, подходите друг к другу для работы в этом направлении. С моей стороны, ну, наверное, мои подходы вы знаете. Вы всегда найдете поддержку, помощь. Мы готовы в любой момент подставить плечо, если это необходимо. Мы готовы вместе работать. Я думаю, мы у вас чему-то многому можем научиться. Вы у нас можете подсмотреть что-то, потому что мы очень многое сделали, не только по реформе Следственного комитета, предварительного следствия. Мы очень многое сделали вообще, встряхнув правоохранительную систему от министерств, ведомств до Верховного суда. С самого начала создания Следственного комитета Беларуси мы заключили очень быстрое соглашение о сотрудничестве, провели предварительные консультации, проработали те формы, по которым мы должны работать вместе. Сегодня мы проведем рабочую встречу, где посмотрим еще раз на нашу форму взаимодействия. В медальной копилке белорусской сборной на Паралимпиаде первая медаль. С новым личным и мировым рекордом золото завоевал пловец Игорь Бокий. С победой на Паралимпиаде спортсмена поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Сердечно поздравляю тебя с уверенной и такой важной для всех нас победой. Через преодоление и труд, проявляя невероятное мужество и волю к победе, ты завоевал свой шестой титул чемпиона Паралимпийских игр и доказал, что равных тебе нет, говорится в поздравлении. В финальном заплыве на дистанции 100 метров бутерфляем Игорь Бокий показал время 53,85 секунды, оставив далеко позади конкурентов. Белорусский пловец стал уже шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. Напомню, в Лондоне в копилке спортсмена было пять золотых и одна серебряная медаль. В Рио наш чемпион выступит еще в шести дисциплинах, в каждой из которых будет претендовать на пьедестал. Белорусский пловец Начало было положено нашим самым именитым спортсменом, как его колуарно называют, значит, Феллсон, американского великого спортсмена и пловца. Он уже на сегодняшний день кличку у нас получил. Поэтому шестая паралимпийская медаль у нас уже есть и у него в копилке в личной. Для сведения, просто сравнение, чтобы скептики не говорили о том, что сегодня важность паралимпийской медали, она ниже, чем основной медали, можно привести статистику в Рио основная команда. Так вот, Евгений Цуркин выиграл у нашего Игоря Боки в этом виде программы полсекунды. Это говорит о феноменальном результате. Его сравнивают с самим Майклом Феллпсом. И мало кто знает, что Боки мечтает побороться с легендой на одной дорожке. В спортивную жизнь пловец окунулся в 6 лет. Родители привели мальчика в бассейн, чтобы дисциплинировать. И никто даже не предполагал, что заплыв приведет к мировым рекордам и громким победам. В родном Бобруйске Боки тренируется 17 лет. Спортсмены уже неоднократно предлагали защищать цвета флагов других государств. Однако еще несколько лет тому назад в интервью нашему телеканалу Боки признался, что на пьедестале готов слушать гимн только родной Беларуси. Буря эмоций, особенно после того, когда Игорь выигрывает. Передать словами это тяжело. Ну, конечно, очень приятно, очень счастливы, довольны. Большая гордость. Надеюсь, не последняя медаль. Хочется, чтобы он все медали забрал, какие ему... Ну, всем хочется, правильно, как бы хотелось бы, чтобы как можно больше, как можно лучше выступил и как бы вознес нашу страну еще выше. И к теме главного политического события этой осени. Почти 17% избирателей приняли участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. ЦИК озвучил результаты досрочного голосования. Итак, по итогам трех дней голосования лидер по посещаемости участков Гомельская область. Там бюллетени в урны опустили более 19% избирателей. Активные жители Могилевщины и Витебщины в регионах проголосовали более 18% электората. Практически не отстают и меньчане. Голосуют граждане Беларуси и за рубежом. Напомню, за пределами республики открыты 47 участков. Их уже посетили более 15% избирателей. На избирательный участок сегодня пришла и самая сильная гомельчанка. А серебряный призер Олимпиады в Рио Мария Мамашук призналась, что отдала свой голос за самого честного из кандидатов. Воспользоваться возможностью досрочного голосования девушка решила, потому что рано утром в воскресенье ее ждет самолет на один из морских курортов. Я в воскресенье просто уезжаю отдыхать. Отработали 4 года, отборолись. И хотелось бы уже немножко как-то прийти в себя после Олимпиады и отдохнуть. И это хорошо, что есть такая возможность вообще досрочного голосования. Потому что по всяким другим обстоятельствам людей может не получаться именно в день выборов голосовать. И это супер, что можно прийти и вот так вот досрочно проголосовать. Напомню, участки для досрочного голосования открыты по всей стране с 10 до 14 часов и с 16 до 19 по 10 сентября включительно. Основной день выборов 11 сентября. Отдать гражданский долг избиратели призывают через громкоговорители на центральных улицах крупнейших городов страны. А сегодня абонентам мобильной связи стали приходить смс-сообщения от центра сберкома с приглашением на выборы. Сразу два медицинских учреждения открылись сегодня в стране. Причем оба в райцентрах, Рассонах и Кричеве. Первых пациентов принимают современная поликлиника и операционный корпус районной больницы. Это улучшит качество медобслуживания сразу для тысяч белорусов. О новых условиях и новых возможностях Юрий Прокопенко. Пятилетняя Арина и не ожидала, что станет первой пациенткой в обновленной Рассонской поликлинике. На несколько мгновений девочка даже забыла о бронхите. Ведь помимо любимого доктора, ее встретили яркие сказочные герои на стенах здания, которые сегодня и не узнать. Все красиво, все нравится. Не как раньше было. Намного лучше теперь. И детям, и нам. Поликлиника в Рассонах сегодня. Это кабинеты, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Это полный комплект докторов и младшего медперсонала. В будущем нацелены и на экспорт медицинских услуг. Ведь район граничит с Российской Федерацией. Благодаря созданию таких объектов обеспечили доступность помощи населения, уменьшили их траты на необходимость переезда, допустим, в межрайонные центры, в областную больницу. А это уже Кричев, центральная райбольница. На фоне двух лечебных корпусов, рожденных в СССР, теперь выделяется третий, лечебно-диагностический, который значительно разгрузит существующее. Этот переход здесь уже успели назвать переходом по времени. Он соединяет здание терапевтического отделения, которое было построено еще во время первого полета человека в космос 55 лет назад. И совершенно новое здание, построенное в 2016-м. Три операционных, реанимация, большая клиническая лаборатория, новейшее оборудование. Это почти уровень областных больниц. Вот это новые дефибрилляторы, которые мы получили, абсолютно новые. Вот это новый дыхательный аппарат, вентилятор, как его прочим называем, или аппарат для искусственной вентиляции. Разумеется, довольны и пациенты. Их пока только двое. Антон Потапчик не скрывает. Приятно лечиться? В больнице его привезла скорая. Его спустя три дня пошел на поправку. Полностью обследовали и назначили решение. И на сегодняшний день я могу рассказать его. На улучшение качества медобслуживания по всей стране государство тратит солидные деньги. Строительство того же операционно-диагностического корпуса в Кричеве обошлось бюджету в 7,5 миллионов рублей. И это надежные инвестиции в здоровье. Юрий Прокопенко, Анастасия Абут, Василий Лысенков, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ. Крутое пике на земле на трассе М-8. При перевозке самолет съехал в кювет. По информации ИГИ, во время транспортировки крылатой машины лопнул стопор с цепки. К слову, патрульная машина сопровождала груз, поэтому ситуацию с движением разрулили на месте. Никто не пострадал, движения по трассе затруднено не было. После того, как месту событий доставят кран, самолет будет поднят и продолжит свой путь к аэродрому. Вкусные угощения, отличное настроение. Фестиваль пекарей и каравайщиков завтра пройдет в столице. Развернется праздник на площадке у Дворца спорта с 11 дня и продлится до 6 вечера. Такого рода мероприятия в Минске уже во второй раз. На празднике хлеба свою продукцию представят 6 столичных хлебозаводов. Все желающие смогут приобрести ароматную выпечку и кондитерские изделия, а также бесплатно их продегустировать. В том году мы получили много положительных отзывов от наших минчан. Конечно же, не могли оставить их без продолжения праздника. Все, пришедшие на праздник, смогут поучаствовать в мастер-классах, также принять участие в конкурсе по лепке из дрожжевого и слоеного теста и, конечно, из цветной мастики, продегустировать продукцию хлебозаводов. К слову, праздник хлеба даст старт сезону традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Цены на сельхозпродукцию минимальные. Кроме этого, скидки до 50%. На выходных предложат все столичные универмаги и торговые сети. На распродажах, которые устраивают накануне в день парламентских выборов, можно будет купить на 20% дешевле детскую одежду, товары для новорожденных. Максимальную скидку 50% предлагают на обувь. По выгодным ценам можно будет приобрести бытовую химию, стройматериалы, электротовары, весь ассортимент отечественного производителя. И последнее. Более 9 тысяч писем от поклонников передали призерам 31-х летних Олимпийских игр Ивану Тихону и Ибрагиму Саидову в Гродненской области. Послания своим кумирам написали люди разного возраста и статуса. Поздравления и признания, стихи и проза спортсмены пообещали прочесть каждое письмо. Я очень ответственный человек, поэтому каждое письмо прочитаю. Когда встречают близкие люди, наши земляки, гродницы, оставляют особый отпечаток. Потому что это те люди, которые напрямую помогали, участвовали в моей подготовке, поддерживали, верили в мою победу. Было очень приятно, получили эти письма. Очень приятно, даже когда выходишь на улицу, походят, пьют автографы, фотографируются. На этом у меня все. Далее спортивное обозрение. До встречи.